Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Амаркетс Торговые идеи, где каждый день мы публикуем большое количество аналитического контента. Ну что ж, сегодня второй день заседания ФРС и сегодня, также как и все участники рынка, мы будем следить за итогами этого важного, практически судьбоносного события для позиции американского доллара. Очень много уже было сказано относительно того, какая позиция в приоритете, что ожидается, что не ожидается, что будет тщательно анализироваться, дополнительно обсуждаться. Мы об этом говорили очень много, друзья. Но думаю, что сейчас еще как бы крупными мазками стоит вернуться к этой теме, чтобы вы прекрасно понимали. Ставка и программа количественного смягчения. Ставка, ну безусловно, ее не изменит. Ее не изменит ни сейчас, ни на этом заседании, ни на следующем. Не могу точно сказать, что ее не изменят даже в рамках всего следующего года. Когда может произойти корректировка ключевой процентной ставки? Это 23 год, при самом лучшем раскладе. Прежде чем это случится, нужно дождаться полного сворачивания программы количественного смягчения. И вот как раз относительно того, что дальше будет с программой QE, американской, на 120 миллиардов долларов в месяц. Это тема номер один. Участники рынка ждут, прежде всего, пресс-конференцию. Сегодня главы ФРС Джерома Паула, она состоится в 21.30 по московскому времени. Собственно, итоги заседания с пересмотрами прогнозов экономического роста инфляции. Сопроводительное заявление это все в 21.00. Но я думаю и абсолютно уверен, что основные движения, которые связаны с влатильностью всего рынка Форекс, фондовых рынков, придутся как раз на реакцию трейдеров на то, что скажет Джерома Паула. Есть ли сейчас основания для того, чтобы американский регулятор сообщил о том, что видит причины и достаточные условия, чтобы сократить объем программы количественного смягчения на 10-20 миллиардов долларов, начиная, скажем, с конца этого года. Я полагаю, что на текущем этапе нету, потому что ФРС ранее обозначала цель конкретной установки для нас, для трейдеров, для спекулянтов в инфляции, в рынке труда и в целом в экономическом восстановлении. Во всех трех вот этих направлениях еще десятка не выбита, скажем так. И, соответственно, я даже не могу себе представить, каким образом в таких условиях ФРС мог бы сейчас прокомментировать достаточные условия для того, чтобы начать ужесточать монетарную политику. Но на самом деле это лишь предположение. ФРС легко может изменить свою точку зрения. ФРС может найти основания там, где их может быть даже и нету, или может быть я их не вижу, и выдать совершенно не то, что от него ожидает. Но пока что, опираясь на фундаментальный фон, раз фундаментальный фон для нас является определяющим, я буду придерживаться своей позиции относительно того, что влияние ковида еще слишком заметно. Рынок труда отстает от цели по занятости. Это точно не максимально возможные занятости в текущих экономических реалиях. Да и что касается инфляции, да, мы в прошлом месяце видели ее замедление темпов и роста с 0,5% до 0,3%. Но я не уверен, что это прям точно разворот и последующее снижение к цели в 2%, чтобы там индекс потребительских цен начал стабилизироваться. В общем, друзья, сейчас нам остается только откинуться на наших креслах трейдерских у каждого трейдера. Но есть ждать непосредственно 21.00, 21.30 и смотреть, что, точнее слушать, скажет Джером Паул и как на все это отреагирует доллар. Моя рекомендация, моя ставка остается прежней. Я считаю, что доллар можно допродать, опять же, ровно до тех пор, пока ФРС точно не просигнализирует о начале эры этапа ужесточения унитарной политики. Также против длинных позиций по доллару сейчас, на мой взгляд, и неопределенность касательно потолка госдолга США. Министр финансов США Джанет Хеллен неоднократно уже призывала Конгресс незамедлительно поднять лимит государственных заимствований. Однако ВОЗ и ныне там. На этой неделе Палата представителей детально будет обсуждать возможность повышения лимита, который сейчас составляет 28 триллионов долларов. И остается надеяться, друзья, что не республиканцы, не демократы не станут причиной, по которому американская экономика вернется в состояние дефолта уже в следующем месяце. Считаю, что этот фон пока достаточен для шартов, как я уже отметил. Золото 1776. Золото растет на фоне сохраняющихся глобальных рисков, в том числе и касательно китайского застройщика Evergrande. Я думаю, что разрешение все-таки будет в лучшую сторону позитивную. Китай не допустит череды дефолтов китайских национальных застройщиков по принципу домино, потому что все прекрасно понимают, что знают эти глобальные риски. Но на сегодняшний час, на данный момент, опять же, сейчас нету каких-то новостей, которые позволили бы нам точно закрыть тему с Evergrande и отметить, что она больше не представляет какой-то угрозы для общих рыночных настроений. Но в целом, как я уже отметил, я думаю, что выход из этого новостного фона из окружения негативно связанного с вероятностью нового глобального экономического кризиса будет на руку оптимистам. Рынок нефти 74,26. Понемногу корректируемся, снижаемся. Объем нефтедобычи в Мексиканском заливе. Восстанавливается по данным экологического контроля США. Сейчас простой в Мексиканском заливе уже менее 20% простой по нефтедобыче. Организация экономического сотрудничества и развития накануне пересмотрела прогноз мирового роста ВВП с 5,8 до 5,7%. Сегодня в центре внимания трейдеров данные по запасам, которые будут опубликованы в 17.30 по московскому времени. Мы традиционно сравниваем запасы от администрации аналитической информации, то есть официальный отчет с данными от API. И я говорил, что, и мы видели это в цифрах, и однократно, что цифры коррелируют между собой. Американский институт нефти сообщил о том, что запасы снизились. Поэтому сегодня официальные данные тоже могут указать на снижение. Но я думаю, что рынок полностью уже заложил в собственные котировки, я имею в виду котировки Brent и WTI, тот позитив, который можно было бы заложить из-за форс-мажорных событий, связанных с последствиями роганов Ида и Николаса. Поэтому сейчас этот фон уже не будет определяющим. Реакция на данные по запасам будет уже более-менее вялой, и мы постепенно будем уходить на еще более глубокую коррекцию, как я отмечал, до цели 72 доллара за баррель. И по остальным активам рынка Форекс евро-доллар я жду ниже к отметке 1,1650. Сейчас на рынках обсуждают тему выборов, но я ее касаюсь в меньшей степени, потому что на собственном опыте могу сказать, что за последние 10 лет ни разу не видел, чтобы политический фон, связанный с именно расстановкой политических сил, новых, как-то серьезно влиял на динамику евро. Думаю, что какого-то серьезного всплеска волатильности мы не увидим и сейчас. И по фунту, друзья, также пока вниз с целями 1,35. Сейчас котировки 1,3646. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Хорошей торговой сессии и ждем итоги ФРС. Всем пока.